Всем огромнейший привет! Добро пожаловать на мой канал! Мы снова в секонд-хенде, как вы видите. Я сегодня, если честно, много всего взяла, но практически все оставляю в магазине. Но кое-что, конечно, заберу. Вот эту, думаю, по поводу этой сумки, брать ее или нет. Она очень странная, как и все от бренда Jamin Pue. Помните, я вам совсем недавно показывала этот бренд, маленькую такую сумочку. Это очень дорогие сумки. Ну, как очень. Ну, не бюджетные сумки. И они полностью выполнены вручную. Конечно, работы здесь. Я не знаю, сколько нужно времени, чтобы сшить что-то подобное. Это не моя тема, совсем не мой формат. Но сумка интересная, ее хочется разглядывать. Местами шелковые ленточки. Здесь, кстати, все из натуральных материалов. Вот эта вот часть кожаная и ручки кожаные. Здесь какие-то, я не знаю, что это такое, кольца. Вот эти люверсы, из чего они, я не понимаю. И ленточки шелковые, шерстяные. В общем, выглядит это интересно. Здесь бисер, всякие камушки, стеклярус. Здесь очень много всего. Но вот здесь эта ленточка, она, вот смотрите, распустилась. И здесь тоже распустилась. И я не умею в такой технике ничего плести. Даже не знаю, буду думать, брать ее или нет. Внутри она выглядит вот так. И вот, видите, из денима. И этот деним как будто тоже выгорел немножко. Вот это меня сильно смущает. Пока подумаю по поводу нее. Затем вот эта сумка, это поло. Выглядит очень симпатично. Но, к сожалению, местами есть пожелтевшие участки. Мне бы хотелось ее взять, почистить. Мне очень нравится ее подкладка. Но здесь ручки нужно заменить. Вот, смотрите, все потрескалось, все облазит. Здесь кое-где есть пятна. Но они вроде бы вытираются. Я пробовала влажной салфеткой. Но все равно оставлю ее в магазине, несмотря на то, что эти ручки, видите, их можно снять. Но подобрать такие, я буду подбирать очень долго. Я так чувствую, поэтому я решила ее не брать. Здесь какие-то брелочки еще такие тяжелые. Очень все брендировано. Вот. Вот. И здесь тоже. Но она, к сожалению, не из натуральной кожи, а из полиуретана. Я стараюсь брать кожаные сумки в секонд-хенде, потому что полиуретан, и повторюсь еще разочек, полиуретан может не выдержать этой пропитки, которой пропитывают в секонд-хенде все вещи для дезинфекции. То есть какое-то прям такое ядреное средство. И полиуретан может с этим не справиться и не выдержать. Но иногда есть прямо новые, абсолютно новые вещи с полиуретаном. Вот те я еще могу взять. Хотя, если вещь винтажная или ей больше пяти лет, тогда я не рискую, конечно. Затем вот такая вот сумочка от бренда Ванесса Бруна. Видите, видно вам все брендировано, все подписано. Такая мягкая, приятная кожа, но, к сожалению, сумка очень грязная. Она даже не стертая, она просто грязная. Я не знаю, в общем, что с ней делать. Лето на исходе, она чисто летний такой вариант. Очень мягкая кожа, приятная. И цвет красивый, но грязная. В общем, я подумаю. Думаю, наверное, не возьму. Хотя не знаю еще. Тем вот такая. Мне вообще кажется, что это ручная работа, никаких опознавательных знаков нет. Внутри выглядит вот так. Подкладка, видите, в катышках. Но я попробую почистить их так. Ну, как бы симпатично. Просто цвет интересный. А в остальном она, конечно, простая. Затем вот такие уточки. Посмотрите, какие интересные. Винтажные от бренда Богат. Мне этот бренд вообще не знаком. Здесь высокий каблук. Очень высокий. Он, конечно, устойчивый. Но в них не уверена, что будет удобно. И поэтому, я не знаю, если бы он был хотя бы пониже. Вот у меня совсем недавно были подобные. Но каблук был ниже. И они гораздо симпатичнее, во-первых, выглядели. Во-вторых, в них гораздо удобнее, конечно, ходить. А в этих разве что только сидеть, наверное. Затем вот такие. Здесь меня смущает. Вот эта лаковая вставка. Не из натуральной кожи. Но вот эта лаковая вставка, мне кажется, она сильно дешевит. Вот сама модель. Хотя цвет очень красивый. Пудрово-розовый. И состояние у них неплохое. Вот здесь вот только есть место. Запачканное. Но я думаю, что оно отойдет. Можно будет почистить. И вот эти царапинки на лаковой коже легко очищаются меламиновой губкой. И только главное не сильно тереть, чтобы не снять лаковое покрытие. То есть так легонечко-легонечко. И они очищаются. Так. Дальше. Вот такие вот кроссовки DC. Мне они, кстати, очень понравились. Они такие легенькие. Они такие классные. Они как будто льняные. Смотрите. Ну, естественно, грязные. Их нужно просто постирать, почистить. Здесь такое творится в обуви. Здесь вся обувь грязная. Даже если она новая. Но мне они нравятся. Пытаюсь найти размер. Написано 40 европейский. Мне кажется, что они маломерят. Что это не сороковой. Ну, в общем, получается 39 наш. Но все равно мне кажется, что они маломерят. Вот эти ASIC. Здесь кожа, текстиль, синтетика. Я не знаю. Состояние, конечно, хорошее у них. И подошва не желтая. И вообще состояние кожи. Заломов никаких нет. И вот эта вот часть текстильная. Тоже не грязные. Вот я не знаю. У них такая модель на любителя, скажем. Из одежды вот такая вот юбка мне досталась. Гусиную лапку. Такая крупная гусиная лапка. И это масс-маркет бренд H&M. Но она очень маленького размера. Тридцетвертая. Она прям на осиную талию. На маленькую-маленькую, худенькую девочку. И по качеству она мне очень нравится. Она очень хорошо держит форму. Такая плотная ткань. Не будет висеть. Будет действительно красиво на фигурке сидеть. Но, к сожалению, у меня мала. И такие маленькие размеры у меня как-то не очень идут. Поэтому эту я оставляю в магазине. Этот ремень хочу взять. Он такой необычный. И я впервые встречаю ремень на липучке. Представляете? Здесь указано, что он кожаный. Вот здесь написано. Но плотный. А вот эта внутренняя часть, она синтетическая. А вот снаружи он... Сейчас испорчу юбку. Снаружи он кожаный. Естественно, надо чистить. Он грязный. Ну, такие дырки. Ну, симпатичный. Мне кажется, он очень даже интересно будет смотреться в каком-то таком брутальном образе. Типа гранж. А вот с этим вообще не понимаю, что делать. Я вообще не понимаю, что это за ремень такой. Он плетеный, широкий, корсетный. Похож на кушак. С одной стороны он вот такой. А с другой стороны с бахромой. И как его завязывать, спрашивается. Здесь нет никакой фурнитуры. Здесь только... Как будто такое впечатление, что недостаточно. Не хватает какого-то элемента одного. Вот здесь как будто чего-то не хватает. Ну, как его завязать? Вообще не понимаю. В общем, я его оставляю. Смысл мне его покупать, если я не знаю, как его носить. Правильно? То есть, получается, вот. Вот так вот видно. Ну, и как? Скажите, не завязать? Не закрепить как-то? Я не понимаю. Если честно, что-то я не могу додуматься. Может быть, здесь была вот такая же часть. Вот здесь было вот что-то такое намотанное. В общем, не знаю. Дальше вот эта сумочка. Это лонша. Очень мне нравится эта сумка по форме. Здесь кожа и вот этот текстиль, но с какой-то пропиткой. То есть, можно протирать спокойненько. И грязь не будет едаться. То есть, это не текстиль такой уязвимый. А это что-то более серьезное. И внутри все тоже выполнено аккуратно и продумано. Здесь тоже, если какой-то косметика, что-то рассыпется, ничего страшного. Протереть можно, да и все. Обычно сумки внутри это что-то страшное, пока их очистишь. Здесь все брендировано. В общем, я ее хочу взять. Вы меня спрашиваете про восточные костюмы. Есть ли они в секонд-хенде? Да их полно. Я просто их не покупаю, потому что они чаще всего расшиты чем-то. И как-то очень декорированные. Естественно, их в повседневной жизни никак не приспособишь. Мне очень жаль, потому что иногда встречаются шелковые вещи. Не иногда, а очень часто. Как, например, вот эта вещь. Но здесь никакого декора нет. Я взяла вам показать. Здесь брюки и вверх такая туника удлиненная. И вот они брюки. Выполнены кустарно. Качество шелка классное, но как выполнено, мне вообще не нравится. Там внутри везде торчат нитки. Видно, что как будто одноразовая одежда. Удивительно, что с шелком так можно обходиться. Вот о чем я говорю. Видите, как все не оверложено. Не знаю, это во всех. Я как-то, если честно, и не разглядывала подобную одежду. Потому что она мне никогда не была интересна. Здесь мне привлек цвет и качество. Я стала рассматривать и вижу косяки такие конкретные. Ну да, это ответ на вопрос, есть ли восточная одежда. Да, есть. Причем здесь еще хорошо продумали. Это, скорее всего, льняная подкладка. Из очень тонкой натуральной ткани. Думаю, что будет комфортно действительно в носке. Но качество исполнения, конечно, подкачала. Так, ну и две, несколько вещей еще. Вот этот кардиган из стопроцентного кашемира. Невероятно красивого цвета. Хочу взять, хотя он без пуговиц. Это не очень практичная одежда. Но мне иногда хочется такие вещи стилизовать. Если здесь нет каких-то ярких бирок, мне хочется их задом наперед носить. Либо как второй слой, либо есть много роликов, как можно их интересно стилизовать. Я хочу его взять. Такой приятный кашемир. Такой он мягкий, воздушный. Да, размер М. Затем вот такое поло. Тоже кашемировое, темно-синего цвета. Здесь кашемир уже более... Ну, не такой воздушный, более плотный, что ли. Здесь указано вот название бренда. Размер 56. Цвет красивый. Смотрите, какой темный синий. Глубокий, красивый. И рукава у него вот такие, которые мне не нравятся. Я сейчас его осмотрю на предмет дефектов. Не знаю. Эти рукава я такие не люблю очень. Посмотрим, в общем, по поводу этого. Затем вот такой жакет и юбка. Я сначала подумала костюм. А сейчас вот виду, что клетка здесь в жакете вот такая. То есть по цвету, по тону они прям очень-очень похожи. Ну, здесь клетка вот такая, Гленчик. А здесь вот такой вот принт. Не понимаю, что это. Но это уже не клетка. Бренд Конторелли. Написано, что сделано на Виталии. Очевидно, что эта вещь винтажная. Юбка тоже от этого бренда. Но мне кажется, все-таки они из разных опер. Здесь, наверное, в магазине увидели одинаковый бренд и решили вместе стилизовать. Выглядит, между прочим, неплохо. Но, увы, состояние оставляет желать лучшего. Поэтому я его оставляю в магазине. Затем вот такое платье-халат. Если длина мидии, сейчас посмотрим, то мне хочется взять. Красивые колор-блоки, красивые яркие вещи. Сочетание оттенков красивое. Это вискоза. Хочется взять. В общем, посмотрим. Если возьму, покажу на себе на примерке. И вот такой вот обалденный палантин. Местами с катышками. Но это даже не самое страшное. Как вот эти дырки. Вот, видите. Поеден молью. Если его осмотреть, можно найти и пятна. Но пашмина фантастическая. Это ручная работа. Это пашмина из Непала. Если вам встретится такая пашмина, обязательно берите. Потому что... Ну, это пушинка. Очень-очень приятная на ощупь. И невероятно теплая зима. Я зимой только такие ношу. Затем несколько вещей, которые оказались дефектными. Поэтому даже нет смысла на них задерживаться. Вот этот вот очень красивый цвет. Правда? Это купро. Купро очень похоже на шоу на ощупь. И в носке тоже комфортно. Я купро люблю. Но здесь дефекты. Рубашечка вот такая. Она похожа винтажная. В этом поле, девочки, на локотнике самостоятельно приклеили. И вот я вывернулась. Смотрю, здесь дырка. Поэтому, конечно, не беру. Следующий магазин. Я сегодня ничего не покупаю. Но меня заинтересовал вот этот саквояж. Он, конечно, нуждается в хорошей реставрации. Видно, что это винтажная, а может даже антикварная вещь. Потому что, ну, налет времени чувствуется. Внутри, на удивление, все очень даже аккуратненько и чистенько. Вот так вот выглядит. Здесь подкладка пейсли хлопковая. Не знаю, если вы знаете, что это за бренд, пожалуйста, напишите. Сделано у Виталии. Но видно, что кожа прям качественная. Здесь сочетание нескольких разных видов кожи. Фактурная вот такая вот. Ну, нуждается в реставрации, конечно. Поэтому я оставляю. Не знаю даже, что с ней делать. И вот эта сумка очень понравилась. Но она тоже уже свое и жила. Здесь даже на уголке практически дырочка образовалась. Здесь написано кожа, все дела. Ну, а форма мне нравится. Форма хорошая. Игорь Савын. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok